МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационно-аналитическая программа «Джумабаян». Подошла к концу еще одна неделя. За развитием событий в стране и за ее пределами следили журналисты телеканала Нью-ТВ, студия Али Арашева. И вот главная тема сегодняшнего выпуска. Энергетика, культура и образование. До чего еще добрались руки коррупции? Непокоренная Брулай – яркий пример того, что государству пора обратить особое внимание на проживание вес против их воли. Природа одарила столицу красивым пейзажем, но как им воспользоваться правильно? Национальный парк Лавча нуждается во внимании. Детский смех и радость с рабочей недели завершилась праздником самых маленьких, о чем мечтают юные предыдустанцы, узнали наши корреспонденты. Наконец-то нашелся, но не в Кыргызстане, а в США. Буквально накануне стало известно, по крайней мере, широкой общественности, что депутат и по совместительству фигурант уголовного дела Аскарбек Шадиев покинул страну. Удивил не сам факт его побега, а способ. Как сообщают в ГКНБ, он пересек границу с Таджикистаном через речку, отправившись на похороны в Баткенскую область 27 апреля. Примечательно, что уголовное дело против бывшего первого вице-премьера заявили на следующий день, 28 апреля. А о том, что Шадиев больше месяца находится в Нью-Йорке, стало известно сразу после вынесения решения суда о заключении его под стражу на два месяца. Интересная череда событий, взаимодополняющих друг друга. Напомним, в отношении Аскарбека Шадиева возбуждено уголовное дело по делу о незаконном присвоении 30 тысяч долларов заведующим отделом парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности Арсеном Закировым. То есть, даже в парламентском комитете, который и возглавлял Аскарбек Шадиев, не обошлось без коррупционных элементов. В последнее время страну сотрясают громкие аресты и допросы чиновников по фактам использования служебного положения и коррупции. Все началось с теплоэлектроцентрали, продолжилось скандалом по незаконным начислениям НДС, реконструкция Национального исторического музея закончилась резонансом. Кстати, по последнему делу тендера и сметы особо-то и не было. Музей был отреставрирован неким ОСО СМУ-3. Именно эта компания до этого строила школу в новостройке Алатова в Бишкеке, где буквально через 2-3 года просели полы над цокольным этажем. Также выяснилось, что СМУ-3 отстроила ипподром в Челпанате для проведения всемирных игр кочевников, а уже через год потребовались средства на его ремонт. Как объясняет это руководство компании, выяснял Руслан Харизов. Компания СМУ-3 особенно гордится проектами, которые выполняла именно для государства. Среди них влагшток в селе Ортосай, который пропадал и изнашивался. Памятник Манасу на площади Аллатон. Кстати, когда его установили, в обществе разразились споры, что Батыр не похож сам на себя, а на его возведение потратили миллионы. А также ипподром в Челпанате и школу номер 82 в жилмассиве Аллатон. Кстати, после сдачи в эксплуатацию которой, на нулевом этаже полы стали проседать. Именно в том месте, где расположены столовая, мастерская и подсобные помещения. Тогда родители боялись за своих детей и во время занятий ждали их возле школы. Всего неделю назад было 5 сантиметров, а за неделю пол опустился до 27. Мы боимся пускать детей в школу. И в классах начали трещины появляться. Нас самих не пускают в школу, чтобы посмотреть. С февраля мы просим решить эту проблему. До каких пор мы будем сидеть в страхе, когда наши дети находятся в школе? В любой момент может обрушиться. Как отметил депутат Канабик Маналиев, СМУ-ТРИ уже не первый раз выполняет государственные заказы без проведения тендера, от чего созревает немало вопросов. Народные избранники по сей день не могут понять, почему выбор компании не прошел, как полагается по закону, просто наобум. Ведь речь идет о крупных деньгах. Бахадыр Сулейманов отмечает, что за компанией СМУ-ТРИ, безусловно, стоят не последние люди. Почему СМУ-ТРИ? СМУ-ТРИ сегодня директор странно дает интервью, что его пригласили, ему дали, заказали его проект, дали его работы, и он начал параллельно проектировать, строительство. Что он людям лапшу вешает? Что он, с нуля строит музей, что ли? Что были проекты, что ли, было? Что он, проектировал его, что ли? Да вы объявите тендер, сделайте, составьте на реконструкцию, сметную документацию, чего делать, какие виды работы вы определите. И тогда объявим тендер, какие виды работы, чего почему будет стоить на рынке. Вот и все. В свою очередь, директор компании СМУ-ТРИ говорит, что им пришло письмо поучаствовать в конкурсе на реконструкцию музея. По его словам, именно правительство выбрало СМУ-ТРИ для проведения работ. По отбору нам присваивается, присуждается для работы, для капитального ремонта музея, строительство монтажной управления номер 3 при корпорации ЗАД. Договор мы подписываем заказчикам 15 мая 2017 года, первый договор на 600 миллионов сом, на доп. соглашения 31.07.00 на 90 миллионов 500 тысяч сом. Третье, последнее дополнительное соглашение мы подписываем 12 сентября 2017 года на сумму 869 миллионов сом. Уже сегодня начинает выясняться, что по предварительным итогам проверки цену на строительство ипподрома в Щелпонате, где проходят всемирные игры кочевников, завысили. В частности, из-за отсутствия проекта сметной документации. Расходы увеличились более чем на 1 миллиард сомов. Об этом сообщили в АКС ГКНБ. Договор с подрядчиком на строительство ипподрома заключили без проектно-сметной документации, из-за чего стоимость строительства увеличилась с 480 миллионов до полутора миллиардов сомов. Конечно, конечно. А почему не ваша компания или другая компания? Смотри, ипподром делал, уже здесь вызывает подозрения. Сегодня ипподром, говорит, нарушение было, завышены цены, тоже без проектно-сметной документации, без заключения экспертизы и так далее. Они проводили работу. И сегодня столько завышений цены идет, качества работы не отгадут. А куда смотрели раньше? Почему не объявляли тендер? Кроме того, по предварительным данным спецслужб, стоимость некоторых работ завысили на 10 миллионов сомов, а подрядчик не предоставил финансовых отчетов на 144 миллиона сомов. Экспертиза Республиканского центра сертификации показала, что асфальтобетонная дорога, на которую потратили более 31 миллиона сомов, не выдержит срока эксплуатации, а металлическая фирма на ипподроме за 8 миллионов 200 тысяч сомов не соответствует проекту. Также, по версии ГКНБ, подрядчик нецелесообразно потратил 9 миллионов 700 тысяч сомов на ликвидацию последствий селя в августе 2016 года на ипподроме. Этот вопрос должно было решать Министерство чрезвычайных ситуаций за свой счет. Проверка строительства ипподрома продолжается. По ее результатам дадут юридическую оценку. Понятие «тендер» означает конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг или выполнение работ по заранее объявленным в документации условиям в оговоренные сроки на принципах состязательности, справедливости и эффективности. Контракт заключается с победителем тендера, участником, подавшим предложение, соответствующее требованиям документации, в котором предложены наилучшие условия. Если речь идет о крупных деньгах, которые намерены потратить заказчики, то на проведение тендера это грубое нарушение закона о государственных закупках. Появилась такая мода проводить строительство и реконструкцию без проектно-сметной документации. Это вообще недопустимо по многим нормам нашего законодательства. Поэтому это прямой путь к тому, чтобы можно было своровать деньги. Я думаю, что просто под общественным давлением, что ли, генеральная прокуратура должна изучить все материалы по реконструкции. Это вторая ТЭЦ. Кыргызстан занял 135-е из 180 мест в индексе восприятия коррупции. В прошлом году страна получила 29 баллов из 100. По сравнению с результатами индекса за 2016 год положение Кыргызстана изменилось. Государство получило на один балл больше и изменило позицию в рейтинге со 136-го до 135-го места. Этому подтверждение ситуация на ТЭЦ, реконструкция музея, строительство ипподрома в Челпонате. Даже с госнаградами не всегда проходит все чисто. Так, генпрокуратурой возбуждено уголовное дело в отношении Аскарбека Шадиева. Его обвиняют в злоупотреблении должностным положением. Кстати, за день до предъявления обвинения Шадиев сложил в себя полномочия первого вице-премьер-министра, затем покинул страну. И сейчас, по данным ГКНБ, прибывает в Нью-Йорке. Примечателен тот факт, что секретарь Совета безопасности Дамир Саганбаев даже не в курсе данной ситуации. Если обнаружится факт, что Шадиев уехал из страны, то тогда будет возбуждено еще одно уголовное дело за незаконное пересечение государственной границы. Шадиеву не предъявили окончательного обвинения. Что касается ареста его имущества, то мы не закрываем его деятельность. Каждый чиновник должен понимать, что за противоправное действие должно последовать наказание. Бизнес должен функционировать и переносить доход. Если вина Шадиева будет доказана, то все его имущество будет работать в доход государства. Теперь последнее слово за правоохранителями. Генеральная прокуратура уже занялась следствием и по прошествии одного месяца станут известны результаты. Возможно, именно те, кто непосредственно и должен понести наказание за отсутствие тендера и проектно-сметной документации. Руслан Харизов, Бекназар Шеремамбетов, Джума Баян. Против сотрудников милиции ОВД Джаилского района, где мужчина убил похищенную им девушку, возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Расследование этого дела передано в ГКНБ. Назначены все необходимые экспертизы. Также в отношении сотрудников ОВД проводится служебное расследование, которое находится на личном контроле у главы МВД Кашкарбека Джунушалиева. На этом пока новостей нет. Хочется верить, что все виновные по этому делу понесут наказание. В том числе и тот, кто решил создать семью насильственным методом, либо речь идет лишь о задетом самолюбии. Большой трагедией закончилось желание жениться. Страну взбудоражила новость об убийстве молодой, красивой и жизнерадостной девушки. И все потому, что она не стала идти на поводу средневековых традиций и отказала в замужестве дважды. Инцидент произошел в отделении милиции практически на глазах у правоохранителей. На это уже отреагировало представительство ООН в Кыргызстане и призвало, цитирую, принять дополнительные меры для предотвращения данных практик, привлечения виновных к ответственности, а также защиты пострадавших. Играет музыка Неделю назад, 27 мая, прямо в здании ОВД Джаильского района произошло убийство 19-летней девушки, которым подозревается 29-летний Марс Бодошев. По словам родственников, он во второй раз попытался украсть Бурулай Турдалы Кызы, которая не стала идти на поводу у древних традиций и отказала горе-жениху, за что поплатилась жизнью. «В этот день молодые парни украли мою дочку. Она выходила в магазин рядом с домом. Насильно посадили в машину и повезли в южном направлении. Мы, как заметили, сразу выехали за ними, но не удалось догнать. Сразу с женой позвонили в 102 и сообщили о краже дочки. Написали заявление. Этот парень нам знаком, он как-то уже крал мою Бурулайку, но тогда мы смогли остановить его почти на перевале Туашу, когда вёз её в Талас, на свою малую родину». «Она ведь всячески избегала его до этого. Жила у меня дома в Тунгучи, потому что он преследовал её. Как выяснилось, там следователь начал брать показания у моей сестрёнки. И он куда-то отлучился. А Бурулай осталась в комнате приёма граждан одна. Молодые парни были на улице. Тот спустя время забежал в комнату Марс и закрыл дверь изнутри. Когда милиционеры взломали дверь, было поздно. Оба были в крови на полу. Там был и нож. На теле сестры он ножом написал инициалы парня «Бурулай-Н» и знак «плюс» и какие-то непонятные линии. Ведь 9 мая её парень по имени Нурлан со своей семьёй приходили свататься. Свадьба должна была быть 25 августа». В милиции к подобным инцидентам относятся не всегда ответственно. Здесь возникают много вопросов. Разводят руками сосед и друг потерпевшей семьи. Как в отделении милиции оказался нож и как допустили сотрудники правопорядка. Убийство в здании ОВД удивляет многих. Подозреваемого в умыкании должны были взять под стражу сразу и не допускать к девушке. Однако халатность милиционеров довела до убийства. Данный случай возмутил и депутата Джоурку Кенеша Исулу Мамашеву. По её словам, в большинстве случаев такого рода факты умалчиваются. «А почему изнасилованная, украденная, избитая девушка должна жалеть этого насильника? Почему она должна думать о его будущем, чтобы он не попал в тюрьму, чтобы его не посадили, не сковеркали ему судьбу? А о чём думает мужчина в момент совершения данного преступления? О чём думает мужчина? Разве он думает об исковерканном будущем этой девушки? Когда мужчины перестанут проявлять свою мужскую солидарность в вопросах насилия над женщинами и детьми? Ведь мужчины на самом деле не считают должным даже поднимать этот вопрос в стенах парламента. И никому не важно то, что украли девушку и убили её прямо в здании милиции. Когда человек обращается за помощью, жаждет получить её, боится и ещё и оказывается убитым, ну что это за беспредел происходит?» Также на убийство девушки отреагировала система ООН в Кыргызстане. Организация выступила с официальным заявлением. Детские или принудительные браки являются нарушением фундаментальных прав человека с долгосрочными последствиями не только для непосредственных участниц и участников, но и для благосостояния всего общества. Такие практики, как похищение невест, принудительный брак или аллахачу, не имеют отношения к культуре и традициям Кыргызстана, а являются нарушением прав человека. Навязчивый ухажёр мешал ей учиться. Одногруппницы вспоминают убитую Бурулай. Кыргызская республика предприняла значительные шаги для улучшения законодательной базы, такие как запрет на осуществление НИКЕ, религиозные браки с несовершеннолетними. Однако необходимо принять дополнительные меры для предотвращения данных практик, привлечения виновных к ответственности, а также защиты пострадавших. Агентства ООН в Кыргызстане призывают власти страны принять все необходимые меры для прекращения такой практики и исполнения национального законодательства и международных договоров, которым страна присоединилась. Напомним, согласно статье 155 Уголовного кодекса, похищение девушки для вступления в брак вопреки её воле наказывается лишением свободы на срок от 5 до 7 лет. Однако на подобные факты зачастую правоохранители, да и общество в целом закрывают глаза. По словам юриста Улана Джумакова, необходимо расширить и ужесточить статьи по похищению девушек, принять закон и назвать его в память о погибшей Бурлай, закон Турдалиевой. Женщин, девчонок воруют на туре, как скотина. Вот допустим, в Уголовном кодексе есть статья скотокрасства, 165-я статья, да. Там в первой части то же самое указано до трёх лет. И здесь девчонка ворует, 155-я статья, за похищение тоже до трёх лет. То есть мы, получается, наших девушек сравнили по наказанию даже с теми же баранами, честно говоря, и МРС, да, получается. И то в 165-й статье максимальный срок предусмотрен там до 11 лет, а здесь максимальный срок до 7 лет. То есть получается, мы скотину бережём больше, дороже, да, чем жизнь наших девчонок. Принять жёсткие меры, резкие, прям, как бы сказать, настолько быстрые, чтобы люди это видели и замечали. Я бы вообще отстранил по должности сразу бы уже весь руководящий состав местного РОВД. Действительно, стоит задуматься о принятии закона, где конкретно будет расписано, что похищение человека карается законом, преступник будет лишён свободы. С каждым разом такого рода случаи, которые заканчиваются, мягко говоря, трагически, доказывают, что Кыргызстану необходим такой закон. И, возможно, тогда женщины будут уверены, что государство защитит их. Одно из самых популярных и посещаемых мест в Кыргызстане – природный заповедник Аларчи. Он расположен недалеко от столицы, менее часа езды. Именно поэтому туристу, прибывшему в столицу Кыргызстана, предлагается начать путешествие именно с ущелья Аларчи. Ведь там есть абсолютно всё – горы, реки, хвойные леса, что, в принципе, и привлекает многих иностранцев. И среди всей этой красоты трудно заметить пробилы, которые имеются, а их много. И самый главный минус – инфраструктура и отсутствие безопасности. Недосчеты вежливо отмечают уже иностранные гости. Отметим Аларча – это государственный парк, находящийся на балансе у прав делами президента и правительства. Но, тем не менее, оплата за вход и другие услуги взымается как с сын туристов, так и с местных. Так почему ущелье уже долгие годы остается без поддержки внимания государства, выясняла Лиза Балбакова. Национальный парк Аларча популярен не только среди бешкекчан из-за близкого расположения, но и туристов, посещающих нашу столицу. Добраться сюда не вопрос. 30 километров езды в южном направлении, и ты уже окружен высокими горами и невероятной природой. Альпинистов привлекают пик Короны, пик Семенова-Тяньшанского, Текетор, а также освежающий водопад. Экскурсия у ворот, где необходимо заплатить за вход прескурант от 80 до 600 сомов. До самого Альплагера еще 12 километров. Дороги здесь не идеальны в процессе доработки, но туристы этого не замечают. Их больше привлекает пейзаж, чистый воздух, горная природа. Правда, привыкшие к условиям высокому сервису гостей из Америки недочеты. Парка все же отметили. Здесь свежо, безумно красиво. Единственное, мы приехали с детьми на инвалидных колясках. На дороге их трясло, что нежелательно. Инфраструктура никакая, просто природа притягивает. Эта компания приехала отдыхать с детьми с инвалидностью. Первое, что воспрепятствовало их прохождению через шлагбаум, отсутствие пандусов. Также нет магазинов, кафе, где можно не только быстро и вкусно перекусить, но и согреться. Мы были здесь два года назад. Здесь ничего в принципе не изменилось. Те же юрты, магазины. Но природу ни с чем не сравнить, поэтому и приезжаем. А так в целом мы, американцы, привыкли ко всему готовому. В плане обеда, ужина. И было бы здорово, если бы каждому туристу, народу был бы свой подход в сервисе. А кафе здесь нет. Одна столовая и то непонятные условия. Пустые юрты. Более того, для Ловэлзэ нет условий. Мы в этом сегодня убедились. В году местам, да и иностранным туристам установлены юрты. На фоне гор смотрятся они очень красиво. Но условия внутри глаз особо не радуют. Можно приготовить блюдо в Казани, которое предоставляет администрация. Правда, за отдельную плату в 2000 сомов и отдохнуть на топчане. Но привыкшие ко всему готовому и быстрому питанию американцы вряд ли этим займутся. Наверное, только привлекает наша природа. Они особо хвалят наш воздух, климат. Мы должны просто обновить, я думаю, все. Например, вы же видели, какие у нас скамейки. Вообще, да. Гостиницу нужно построить, чтобы условия все были. Есть небольшая гостиница, но она одна. Не говоря о старых разбитых скамейках в магазинах советского периода. В коттеджах, которые давно подлежат сносу, есть вопросы деликатного характера. Как общественные туалеты это важно. В месте и наличие мусорных баков. Кстати, частые гости рассказали о недостатках не только в ущелье Аларча, но и других мест отдыха. Мы часто бываем в зонах отдыха и, пожалуй, нигде я не замечал, чтобы за уборные заставляли платить наличными. Это неудобно для иностранцев. Более того, они должны быть бесплатными, ведь мы платим за вход и за все остальное. Это, конечно, удивило. Но в целом, если ты сытый, то можно просто прогуляться и насладиться природой. Ну, понятно, это инфраструктура. Это кафе, все удобства, скажем так. Все это должно быть удобные места отдыха, где можно остановиться, перекусить, отдохнуть среди всей этой красоты. В Бишкеке насчитывается свыше 100 туроператоров, которые как принимают в Кыргызстан, так и отправляют за рубеж своих соотечественников. Именно им приходится привлекать иностранных гостей в наши края. Здесь возникает много проблем, безопасности, сервис. Об этом в прямом эфире нашего телеканала подробно рассказал основатель одного из турагентств. Одна из таких больных тем, это вот наши санатории. Если к нам приезжает, допустим, турист, и он хочет пройти там, я не знаю, санитарное курортное лечение в каком-нибудь там санатории, да, ему жалко потратить на это деньги, он приезжает в санаторий и видит вот это все, что там отворится. В комнату, да, где там еще Советского Союза ничего не было изменено. И платить за это деньги, соответственно, как бы, я и не захочу, я лучше уеду. Инфраструктура глазами иностранных гостей хромает. Похвастаться мы можем только природой и не столь профессиональным, тем не менее вежливым обслуживанием. Все проблемы начинаются уже на границе, когда туристы прибывают только в страну. Зачастую органы безопасности пытаются заработать на них, отметил он. Каждый сотрудник этой постовой милиции, они должны знать, что турист, это в первую очередь инвестор, который сюда к нам приезжает, к нам покупает нашему туристу, оставляет тут деньги и уезжает. То есть, если мы хорошо, правильно, грамотно, мы будем встречать наших туристов, мы будем создавать определенные хорошие условия, то эти туристы приедут в следующий раз и берут свои друзья. То есть, мы должны сейчас сделать акцент именно на привлечении, показать, что действительно у нас все хорошо, относительно безопасности тоже. Парк Аларче находится в ведении. Управ делами президента выходит бюджетный, а значит, все деньги от услуг поступают в госказну. С вопросами, сколько средств выделяется на поддержание зоны отдыха и сколько поступает прибыли от ущелья, мы обратились уже к самой власти. Правда, комментировать на камеру они не стали. А вот как близко к модернизации, вовсе неизвестно. 1 июня во всем Кыргызстане отметили День защиты детей. Если для большинства детишек праздник смогли устроить родители, то есть и другая категория детей, которые вниманием и заботой обделены. Для ребят был устроен ряд праздничных мероприятий. К примеру, в парке Фламинго был организован праздник, куда были приглашены 856 детей. Тем ребятам, кто не смог прибыть в столицу на разные гуляния, подарки и сладости доставили в детские дома и интернаты. Международный день защиты детей отмечается ежегодно. 1 июня учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением Конгресса Международной демократической федерации женщин. Впервые отмечался он в 1950 году. Ну, о чем мечтают юные кыргызстанцы, выясняли наши корреспонденты. Гульнура Качканбаева пришла сюда порадовать своих троих детей. Сама она имеет инвалидность второй группы. Кроме своих, женщина еще воспитывает племянников. Мама счастлива, что хотя бы раз в год детям устраивает подобные праздники. Спасибо, что соседу. Я в вторую группу инвалидная дочка. Это четвертый класс учится. Это дочка, сестронка, дочка, мать, дночка. Я в вторую группу инвалидная дочка. Сегодня праздник, нормально. В парке «Фламинго» дети из социально уязвимых семей смогли бесплатно покататься на аттракционах, посмотреть концерт и попробовать сладости. Ведь такая возможность предоставляется не всегда. Дети очень довольны. Красивый, хороший парк. Все так украшено. Радится? Мне очень нравится. Центр детского творчества и станция юных техников района показали концертную программу с участием самих детей. А вот спорткомплекс Ленинского района организовал показательные выступления юных спортсменов. Также был устроен конкурс рисунков. Всего были приглашены 856 детей. Это круглые сироты, дети погибших и пострадавших в апрельских событиях и дети с ограниченными возможностями здоровья. Для них сегодня будут отработать все аттракционы бесплатно. Для них будут раздаваться подарки, шоу-программа, мороженое, угощения. И в основном мы пригласили сюда детей из социально уязвимых семей, которые состоят на учете в нашем управлении соцзащиты. И, конечно, какой же праздник обходится без подарков. На радость детям раздали сладости. Подобные мероприятия проводятся ежегодно в четырех районах столицы. День защиты детей отметили и выпускники детских домов, для которых был организован турнир по мини-футболу. Особенно выпускники были рады тому, что им подарили форму любимых футбольных клубов. Азат Имамбердиев – выпускник военно-антоновского детского дома. Еще с малых лет он любит футбол. Никогда не пропускает Лигу чемпионов и чемпионат Европы. Сегодня большое счастье, ведь им представилась возможность сыграть в мини-футбол уже как настоящие футболисты. Это футбол же, его невозможно бросить. Только когда в футбол играешь, каждый футболист знает. Даже если ты не в чемпионатах играешь, мира или за Кыргызстан выступаешь, это просто наслаждение, то, что ты делаешь. Сегодня на чемпионате по мини-футболу принимают участие дети из трех детских домов. Главная цель проведения турнира – это воспитать любовь к спорту у воспитанников с самого детства. Сегодня, к дню защиты детей, мы проводим детский футбольный турнир среди детских домов. Будут участвовать четыре команды. Уникальность нашего сегодняшнего турнира в том, что сегодня будут присутствовать известные личности нашей страны. В рамках данного мероприятия состоялся товарищеский матч между известными личностями. В свою очередь депутат Дёрку Кенеша Дянаракаев обратил внимание на судьбу воспитанников уже после выпуска из детдома. Ведь известно, что после вступления во взрослую жизнь выпускники интернатов испытывают большие трудности. Никто не интересуется о дальнейшей жизни выпускников детских домов. Для них средства выделяют совсем малые, ведь именно государство должно поддерживать их, обеспечивать дальнейшей работой. Но этого у нас в стране не наблюдается. И лишь некоторые организации оказывают поддержку, устраивают праздники для них. Данное мероприятие состоялось впервые. И уже со следующего года планируется проводить турнир на ежегодной основе. Ведь спорт – это не только крепкое здоровье, но и огромный стимул для больших побед в дальнейшем жизненном пути. Отметим, что праздник День защиты детей праздновался во всех районах страны, где дети катались на бесплатных аттракционах и угощались различными сладостями. Напомним, что Международный день защиты детей был учрежден в 1949 году в Париже решением Конгресса Международной Демократической Федерации Женщин. Впервые отмечался в 1950 году. И в каждой стране этот праздник отмечается по-разному. В нашей стране основной уклон делается на детях-сиротах, детях с ограниченными возможностями здоровья и детях из социально уязвимых семей. И на этом у меня все. Журналисты телеканала Нью-ТВ продолжают следить за развитием событий в стране и за ее пределами. Увидимся в следующем выпуске программы «Джумабаян». До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин